Уже завтра вечером в Коми-Республиканской филармонии премьера моноспектакль Гоголь-Сюита. Исполнители – заслуженный артист Республики Коми Дмитрий Уляшов и ансамбль народной музыки Зарни-Ёль. На тему произведений Николая Гоголя с фрагментами текстов и музыкой Альфреда Шнитке, которая будет представлена в оригинальной аранжировке народного артиста Коми Сергея Гусева. На генеральной репетиции премьеры побывала Юлия Момотова. «Мертвые души», «Портрет», «Нос», «Шинель», «Записки сумасшедшего», «Невский проспект», «Гоголь-Сюита» из шести частей. Все эти повести известны нами еще со школьных парт. Но сегодня они не просто литературные произведения, а единая программа музыкального представления. Фрагменты текстов, они между собой не пересекаются. Они являются иллюстрациями к музыке, уже написанной. То есть единой сюжетной линии здесь быть не может, потому что это достаточно большие произведения Гоголя. Что «Портрет», что «Шинель». Они хоть и называются повестями, они не короткие. А нам нужно было уместить это все в одну, две, ну крайне в три минуты. И поэтому, допустим, в спектакле бал был из «Ревизора», а у нас бал из «Мертвых душ». То есть мы шли вот от музыки. Изюминка произведения – само исполнение. Как отмечает художественный руководитель ансамбля, такой музыки в Сыктывкаре ранее еще никто не исполнял. Это оригинальная авторская аранжировка – большое симфоническое произведение для небольшого камерного ансамбля. Безусловно, это большое такое внимание было уделено аранжировке вот этой музыки. Тем более, что это же симфоническая музыка. И чтобы смочь вообще передать все те эмоции, музыкальные образы композитора, пришлось много поработать над этим. Мало того, что написать, да, и еще это все сыграть и исполнить. И так как мы очень много используем ударных инструментов, это опять нам не свойственно. А сам текст Сюиты произвучит в исполнении заслуженного артиста Республики Коми Дмитрия Уляшова. Его задача – наиболее ярко передать полотно не сочетающихся между собой мотивов, часто вызывающих смех, абсурдность слов и сочувствие к трагичной жизни, описанных Гоголем героев. И при этом всем представить в единстве с музыкой. Сложный момент тут один – это восприятие текста. Гоголь все-таки не писал современным языком. Там немножечко текст такой, можно сказать, даже замудренный для современного восприятия. Это сложно. И читать сложно без… Вот так вот просто, если взять сразу, как я только получил, я к снароке начал читать, я запинался, я путался, у меня не складывалось слова нужные. Там добавлялись некоторые огласовки другие, которые здесь не используются в современной жизни. В финальном эпизоде премьеры зрителя будет ожидать еще один сюрприз. Дмитрий Уляшов заиграет на тубе. Артист признается, хоть его первая музыкальная специальность связана с духовым оркестром, инструмент в руках в последний раз держал 30 лет назад. Вспоминать пришлось, потому что я 30 лет не брал в руки инструмент. И вдруг так раз, а почему бы нет, давайте попробуем. А что из этого выйдет, увидим завтра. А любителя Гоголя и симфонической музыки уже завтра вечером смогут насладиться музыкальным представлением. Особый интерес премьера вызовет у школьников, которые сейчас знакомятся с творчеством великого русского прозаика. Юлия Момотова, Олег Жуковский, телеканал Юрган.